Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Сейчас речь пойдет о свекле. Как, наверное, делает каждый огородник, я тоже выращиваю некоторое количество этой замечательной культуры. Хотя много свеклы может быть и не нужно, но без нее и огород не огород. Эти корнеплоды хранятся всю зиму и идут во множество блюд. И должен заметить, что при выращивании свеклы мне приходится сталкиваться с двумя основными трудностями. Первое, это когда попадаются некачественные семена. К сожалению, такое бывает и вырастает непонятно что. Конечно, такая свекла съедобна, но качество ее оставляет желать лучшего. И вторая проблема, когда свекла вырастает слишком крупной. Условия в нашей местности, почвенные, погодные, видимо, очень благоприятствуют свекле. И если не досмотреть, то свекла вырастает гигантская. Бывает до трех и больше килограммов. Поэтому стараюсь за этим внимательно следить. Главной способ добиться, чтобы корнеплоды были не очень крупными, это не очень сильно свеклу прореживать. То есть, оставляю между корнеплодами, ну, 10, может быть, 12 сантиметров. Иначе свекла будет крупная. А также, практически свеклу не поливаю вообще весь сезон. Только сначала, когда всходы маленькие, еще произвожу поливы, но потом совсем прекращаю. Ну и, конечно, каждый сезон пробую различные сорта свеклы. И вот один из них, это свекла бора. Бора это гибрид, среднеспелый, 110-120 дней от всходов до технической спелости. Розетка листьев небольшая, прямо стоячая. Корнеплод округлый, темно-красный, диаметром 8-10 сантиметров. Мякоть нежная, красная, без колец. Масса корнеплода 110-220 граммов. Вкусовые качества хорошие. Посев в грунт, конец апреля, начало мая. По схеме 10-15 на 30 сантиметров. На глубину 2-2,5 сантиметра. Гибрид ценится за высокую товарность, выровненность корнеплодов, устойчивость к неблагоприятным факторам. Рекомендован для использования в свежем виде домашней и промышленной переработки для зимнего хранения. Урожайность 2,5-5 килограмм на метр квадратный. Вот такое описание свеклы Бора дают специалисты. Есть ее свеклу в начале мая, ну примерно с 5 по 10. Слишком рано еще холодно для свеклы в нашей местности. Свекла, как правило, всходит хорошо. После того, как всходы состоялись, их прореживаю, как уже упоминалось, на расстоянии сантиметров 10 между растениями. Ну а дальше уход простейший. Только рыхление, прополки, на первом этапе развития растений поливы. А потом, повторюсь, поливы прекращаю. И свекла растет нормально. Никаких проблем в нашей местности со свеклой не бывает. Это одна из немногих культур, повторюсь, которые растет у нас очень хорошо, безо всяких ухищрений. Убираем свеклу в сентябре, обрезаем, отправляем в погреб. Хранится она отлично всю зиму. Даже в июне месяце, когда достаю из погреба оставшиеся корнеплоды свеклы, они выглядят очень хорошо и вполне пригодны для использования. И вот свекла Бора показала себя с самой лучшей стороны. Действительно, корнеплоды ровные, красивые, хорошие, урожайные, достаточно неприхотливый гибрид. Так что можно эту свеклу порекомендовать и другим огородникам. Мне эта свекла понравилась. Ну и повторюсь, считаю, что хотя бы небольшое количество свеклы, но должно быть обязательно на каждом огороде. Это очень замечательный корнеплод. Вкусный, полезный, хорошо хранится. Так что свекла того стоит, чтобы уделять ей большое внимание. Ну и в конце пожелаю всем огородникам хороших урожаев. Всего самого доброго. До свидания.